Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к этим работам по книге Великие Музеи Мира. Оскар Кокошко. Красное яйцо. 1140-1141 годы. Холст масла. 63 на 76. Австрийский живописец чешского происхождения Оскар Кокошко принадлежал к роду известных пражских ювелиров и в юности учился в Венской школе прикладного искусства, где одним из его учителей был Густав Клинт. По настоянию архитектора Лооса, который ввел молодого художника в круг интеллектуалов, он стал заниматься живописью, восторгался работами Ван Гога, много рисовал цветными карандашами в начале творческой деятельности, примкнул к экспрессионисту. Художник долго жил в Берлине, путешествовал по Северной Европе, в 1933-м вернулся в Вену, а через год переехал на родину своих предков в Прагу. В ответ на начатую нацистскими властями кампанию против дегенеративного искусства, он объявил себя вырожденцем и даже создал автопортрет с таким названием. В 1938 году, спасаясь от преследования германских властей, Кокошко эмигрировал в Лондон, где занял активную общественную позицию и стал резко критиковать агрессивный милитаризм Гитлера. Картина «Красное яйцо» – образец острой политической сатиры, реакция художника на потрясшее его Мюнхенское соглашение, которое, удовлетворив территориальные претензии Германии, Венгрии и Польши к Чехословакии, фактически привело к разделу страны. Небольшое полотно кажется масштабным, столь яркие его краски, широкие, сильные, свободные мазки, крупные, гротескные персонажи. Выполненная в экспрессивной манере, свойственной ранним работам автора, картина поражает красотой теплых цветов и уродством безобразных антигероев. На столе, в середине круглого подноса, стоит ярко-красная скорлупа яйца, из которого уже вытекло содержимое. По старинной традиции, это символ жертвы. Кому она принесена, нетрудно догадаться. Уже разложены приборы, под столом облизывается жирный кот. Справа и слева жадно раскрыли рты две жуткие головы, в которых можно узнать карикатуры на Гитлера и Муссолини. Британский лев в короне опирается лапами на кипу документов с отчетливой надписью «Мюнхен». А вдалеке, рядом со стилизованным изображением, похожим на Прагу города, маячит отморфная фигура красного краба. Образ, напоминающий о медлительности Уинстона Черчилля. Ну вот такое описание к работе Оскара «Кокошка». Работа называется «Красное яйцо. 1940-1941 годы». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok